Это одна из моих тренировок на силу. Физкульт привет, друзья и ученики, и просто случайный зритель. Вы постоянно просите меня больше показывать своих тренировок, именно как тренируюсь я. И сегодня я вам покажу одну из моих тренировок, направленную на развитие силовых показателей. Не на гипертрофию, а на силу. Хотя многие скажут, что некоторые люди так тренируются на гипертрофию. Это одна из моих тренировок на силу. Да, я обещал уже давно сделать выпуск о том, как прогрессировать в силовых показателях, как развивать именно силовые свои. И я готовлю такой ролик, скоро вы его увидите. В этом ролике вы узнаете, как чередовать, как вариантировать, как циклировать, периодизировать тренировки на силу. Потому что на силу тоже есть много различных типов тренинга. И узнаете, как сочетать эти тренировки с тренингом на гипертрофию. Но это будет в ближайших выпусках. Сегодня же я покажу вам тренировочку на развитие силы. И буду тренировать спину. Напоминаю, что вышли в свет две мои книги. О женском тренинге и о мужском. Настоятельно рекомендую, если вы хотите разбираться в тонкостях тренинга, питания, приобрести эти книги. Они довольно-таки доступные. Но информация, собранная в них, колоссальна. Особенно, если вы инструктор или хотите стать тренером, взять на себя смелость, ответственность, тренировать других людей. Вы обязаны изучить данный материал. Просто хотя бы даже для ознакомления. Естественно, в начале, после общей разминки я делаю экстензии. 3-4 подходика на 10-15 повторений, чтобы нагнать побольше крови в поясничную мышцу. После этого я перехожу к становой тяге. Сегодня я впервые решил опробовать новую технику. Посмотреть, как она будет действовать именно на поясничный отдел позвоночника. Что-то среднее между классикой и тягой сумо. Мне действительно понравилось. И в ближайшее время я буду тестировать именно в таком стиле выполнение становую тягу. После 4-х разминочных подходов я сделал 2 подходика. В последнем дошел до 250 кг. Сделал одно повторение. Почувствовал, что следующее повторение будет чрезмерным, отказным. И не стал его выполнять. Что вам всем настоятельно рекомендую. Если вы планируете развивать исключительно силовые показатели, отказы вам противопоказаны. Продолжение следует... Следующим упражнением у меня тяга горизонтального блока. Сделал 2 разминочно-подводящих подхода и 3 подхода по 6 повторений в каждом. С большим запасом. Где-то оставалось еще как минимум 3 повторения в запасе. Это очень и очень важно. Это нужно для того, чтобы разгружать нашу центральную эндокринную систему, как хотите. Но периодизация, особенно для натурального атлета, это первое, о чем вы должны помнить и чего должны придерживать. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Следующее и заключительное упражнение это тяга вертикального блока. Тоже на 6 повторений с большим количеством повторений в запасе. Я сделал 2 подходика уже без разминки, потому что широчайшие хорошо размяты в предыдущем упражнении. Два подходика на 6 повторений. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Отдых между подходами был у меня максимум 2 минуты, а то и меньше. Несмотря на то, что это силовая работа была проделана с большим количеством повторов, оставленных в запасе, поэтому я мог быстрее восстанавливаться. И ориентировался я исключительно на восстановление дыхания, что вам всем рекомендую. И, друзья, конечно же, не забываем в конце сделать гиперэкстензии. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Обязательно пишите в комментариях, понравилась вам такая тренировка, особенно если вы ее повторите. Не забывайте также в комментариях писать ваши вопросы, пожелания, что вы хотите увидеть в следующих роликах, о чем бы вы хотели, чтобы я с вами поделился. И обязательно делитесь этим и другими роликами в своих соцсетях. Это лучшая благодарность мне и помощь в развитии канала. Увидимся, как всегда, в тренажерном зале. Всем сухой мышечной массы и силы без травм. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА